Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской Академии Наук Собственно говоря, популяризация математики У нас несколько проектов в лаборатории Институт это центральное место по математике в России И в 2010 году, сейчас вот 10 лет, юбилей Была создана лаборатория популяризации пропаганды математики Почему именно в институте? Дело в том, что если вы что-то популяризируете То эту вещь нужно хорошо знать На самом деле, когда вы рассказываете о чем-то В идеале на несколько порядков больше знать, чем вы рассказываете Тогда вы можете выбрать то, что нужно рассказывать То, что более правильно рассказывать И тот подход, как рассказывать И поэтому вот в математическом институте была создана такая лаборатория Потому что про математику рассказывать довольно сложно Нужно, во-первых, довольно много самому знать Во-вторых, нужно все-таки некая общая подготовка, общее образование Из математики, собственно, ровно поэтому Всегда очень приходится долго общаться с журналистами Когда возникают какие-то математические темы Математика, она любит аккуратность Здесь действительно две различные задачи Зачастую, а у меня много лекций по России У школьников, у школьных учителей, у студентов Зачастую пригоняют класс И понятное дело, что большинство этому совершенно не рады У вас впереди два урока математики не по плану И одно из самых таких больших и важных оценок Ну, я вот иногда вспоминаю пример Который произошел в Челябинске в рабочем районе Когда подошел в Курилке, потом паренек Ну, за забором, как это положено, по закону и так далее И у него в лексиконе, кроме матерных слов В этом рабочем районе ничего не было Но он вот с помощью них выразил следующую мысль А я не думал, что математика настолько красива Вот, понимаете, в школе, к сожалению, иногда прививают Ну, не то, что в школе прививают За школьную жизнь иногда прививается нелюбовь к математике И когда объявляется, я не знаю, там лекция Посмотрим, сколько будет просмотров у нашей математической лекции по математике То далеко не у всех возникает желание пойти на это, послушать это Иногда стоит помочь преодолеть некий барьер Который есть между математикой и человеком И после этого ему интересно будет уже, он сам будет хотеть Но вот разница в каком-то смысле в этом Что популяризировать это тем, кому уже хочется А пропаганда это действительно иногда чуть-чуть навязывая Помочь преодолеть этот барьер А дальше уже пусть человек сам решает Нельзя решать, пока ты не знаешь, о чем это Вот когда, условно говоря, если, опять же, на примере лекций Дети начинают шуметь в начале лекции Я не одобряю, когда дети шумят в конце лекции, это мой провал А вот в начале лекции все-таки вы послушайте Ну, вынув там наушники из ушей, там, закрыв телефоны Послушайте, что будет Вы первый раз там этого человека видите Не обязательно меня, там, кого угодно Посмотрите, может быть, будет интересно А уже когда посмотрели, решайте сами, интересно вам это или нет Вы знаете, очень часто И это не только мой личный опыт Цепляет какая-то встреча Встреча с каким-то человеком Встреча с какой-то книжкой Встреча с каким-то лектором Собственно, поэтому и научный опыт должно быть много и разного Чтобы случайно человек мог наткнуться На какую-нибудь популярную передачу Или книжку про науку И, может быть, ее зацепить Если там лично про меня говорить То в школе я хотел быть инженером И это меня привлекало больше, чем чистая математика Но, во-первых, я в какой-то момент увидел главное здание МГУ И захотел в нем учиться И не пожалел ни разу об этом А, во-вторых, действительно На Мехмате у меня, во-первых, был потрясающий научный руководитель Сергей Борисович Стечкин И это для такой широкой аудитории Это фамилия знакома Бывает пистолет Стечкина Это его дядя Бывает его отец, который работал с Туполевым подвигателем И описан в круге первым у Солженицына Сергей Борисович был таким очень интересным Очень необычным и человеком И очень сильным математиком И, собственно говоря, эта встреча Ну, там, оставила меня на тот момент Собственно говоря, в науке, в математике В какой-то момент он умер И здесь вот очень важно, что в России есть понятие научной школы Меня подхватили его ученики Собственно, Владимир Александрович Юдин Это такая вторая важная встреча по науке А в какой-то момент, опять же, я понял, что Те задачи, которыми я занимался в науке Ну, как пример этой задачи У вас есть сфера Ну, давайте представим в нашем обычном пространстве Границ шарика И на нее бросили N электронов Одинакового заряда С одной стороны, они стараются друг от друга подальше разбежаться С другой стороны, они все живут на сфере Им далеко-то убежать нельзя Надо какую-то равновесную такую конфигурацию найти А вот как расположится N электронов на сфере Это то, что называется, задача Томпсона Я понял, что вот эту задачу и близкие к ней задачи Давайте я еще один пример близкой задачи расскажу У вас есть сфера И на ней шапочки определенного радиуса Как много шапочек вы можете расположить на сфере Ну, естественно, размер сферы задан Размер шапочек задан То, что называется задача Если шапочка имеет угловой размер в 60 градусов Это тоже, что называется, задача о контактном числе шаров Если кто по-английски будет искать Кисеннамба На самом деле, очень важно для приложения задач Действительно, это задачи сферических кодов Как, насколько большой алфавит вы можете сделать Когда передаете сигнал Который вот кодируется точкой со сферы Так, чтобы два центра шапочек не были слишком близко Чтобы не перепутать то, что передавалось А алфавит, количество точек хотите сделать максимально большим И вот, собственно говоря, вот эти две задачи И в какой-то момент стали первыми фильмами Когда из проекта «Математические этюды» Нашего основного проекта Это фильмы, мультфильмы О решенных, нерешенных математических задачах В какой-то момент я понял, что вот ту науку Ну, те научные задачи, которыми я занимаюсь Можно показать с помощью 3D-графики И это будет понятно и интересно Ну, мне так казалось После чего мы совершенно случайно В 2002 году, это было в конце 2002 года Начали работать с Михаилом Калиниченко Нашим постоянным трехмерщиком Который делает все вот эти фильмы И когда мы сделали эти два проекта То нас поддержали в институте Поддержали тогда не в смысле финансов А в смысле вот человеческой поддержки И стало понятно, что это интересно Не только научным сообществам Не только на конференции Показать там красивые картинки Но и очень нравится школьникам и школьным учителям И с тех пор вот мы и занимаемся тем, что создаем графику фильмы Там книжки красивые По математике доступны широкой общественности В 2005 году в команду влился Роман Кокшаров Который рисует всю нашу двумерную графику И программирует Собственно, у нас первая его задача была Это программирование и дизайн сайта Математические этюды Ну а как появился сайт Собственно говоря, появилась куча сразу пользователей Тем более, что по тем временам 2002 год, 2005 год Ну, 3D графика это было некое вау Особенно в образовании Вот с 2005 года существует сайт Математические этюды Любой пользователь интернета Может посмотреть все наши фильмы в открытом доступе Просто ведя в поиски математические этюды Ну и команда разрасталась Почти сразу Вот там был Никит Панюнин Который считает математику прежнему Дело в том, что Когда вы популяризируете какую-нибудь науку А в особенности математику Есть очень важное правило То, что вы сказали Должно быть абсолютной правдой В чем сказали в любом Ведь показали на экране И прежде чем появляется фильм Там проводятся большие математические расчеты Как что будет двигаться Чтобы это было по-честному По законам физики По законам математики Поэтому вот Никитина часть Очень большая была И всегда В общем Всегда Институтские сотрудники В нашем институте собраны ведущие Российские математики Всегда с большим удовольствием И теплотой Относились к нашим проектам Они всегда помогали у нас Сейчас вот в лаборатории Заходит народ чайку попить И заодно Всякие интересные разговоры ведутся От истории музыки До, собственно говоря То, чем занимаются люди Вот на переднем фронте Математики И одна из задач наших Которые я вот Всегда видел Это что-то новенькое Привнести в популяризацию Математики Понятное дело Что можно было взять И нарисовать Какие-нибудь красивые картинки По книжкам Перельмана Но это, в принципе, мог бы Сделать кто-то и другой А вот что-то новое Новый взгляд Даже иногда На обычные, казалось бы, вещи Школьные Там Показать что-то Это вот Притащить В широкое обсуждение Это одна из наших задач И в частности Нам несколько раз Это удалось сделать Когда Какие-то темы Именно Благодаря Вот Нашему проекту Теперь известны В России Ну и не только в России Ну вот Одно вещь я уже назвал То, что Вот первые фильмы Которые были созданы Они Стали пользоваться Большой популярностью И стало понятно Что Это очень важно Показать школьникам Такую математику И так далее Что Мы нашли Некий Инструмент Способ Собственно говоря Вот Донесение Математики Интересного До В частности Школьников Ну, впрочем До всего Общества Это первое Ну Показательный Пример Такой Встречаю я Там Свою коллегу Говорит Ты сегодня читал Лекцию На Оранжевые Едки Там метро Не помню Оранжевые Не важно Но это не важно А Ну, говорит Читал Откуда ты знаешь Говорит Еду в метро И Две девчонки Обсуждают Там Брахистохрону Траекторию Крачеса Спуска Ну, думаю Ну, откуда Еще они могут Так это обсуждать Вот Ну Это Собственно говоря Первое Что поняли Что это действительно Очень мощный И важный инструмент А второе Что Ну, так По жизни В общем-то Нужно заниматься Тем Что у тебя Получается А И получается лучше Чем у других И если Доказывать теоремы У нас в институте Есть кому И гораздо лучше Чем я Когда-то делал Когда еще наукой Занимался То Вот В смысле Популяризации Тогда в стране Мы вообще Были единственные И На самом деле И сейчас И у нас В стране И в принципе В мире Не так много Проектов Которые Для вот Широкой аудитории Интересно И понятно Рассказывают Про математику А дело важное Потому что Математическое образование Оно Очень важно Как для развития Конкретного человека Так и Для развития Собственно говоря Всего общества Сложно Иметь дело С людьми У которых Там Нет логики Например Да Но очень сложно Обсуждать что-то Потому что Ну На кулаках Не хочется Что-то доказывать А убедить Невозможно Если у человека Нет логики Да Кроме того Действительно Все-таки Многие Задачи Человечества Сейчас Подразумевают Знания Математики Мы Не берем Какие-то Профессии Которые Связаны Там С Обслуживанием Да Там Кто-то Секретар Сидит на Ресепшене Хотя Тоже Полезно Какие-то Математические Вещи Знать Да Вот А в действительности Если Когда Выбираешь Профессию А ваш проект Как я понимаю Частично На это Ориентирован Здесь Математика Очень важна И Вот В частности Лекции Там Я приводил Примеры Что Действительно В самых Разных Областях Деятельности Человека Математические Знания Полезны Поэтому Это Очень важная Ну так Если говорить Пафосно Государственная Задача Даже я Не назову Точное число По памяти Кто захочет Залезть Посмотрит На самом деле Вот На дворе 2020 год Осень У нас Сейчас Будет Введен Новый Совершенно Дизайн И Существенно Расширится Один из разделов Которые есть На сайте Вот Один из Проектов Нашей лаборатории Это мы Оттачиваем Те Наглядные Пособия Как сказали В советское Время Модели С помощью которых Модели Вот Физично Реальные Сделанные Из дерева Из пластика С помощью которых Можно Рассказывать О каких-то Фактах И теоремах Математики Когда-нибудь Я думаю Мы на вашем канале Что-нибудь Продемонстрируем Вот Все эти знания Собираются В раздел Модели И просто Хочу Так вот Спрашивайте Про количество И если Если сейчас Там порядка Двадцати Моделей Собрано То Вот К новому Дизайну Постепенно Будет Выкладываться Сейчас В копилке У нас Под Четыреста Моделей Которые Можно Сделать Самому Можно Сделать И подарить Учителю Математики И поверьте Он будет рад Потому что Действительно Модели Ну это Такая Некая Большая Работа Была проведена По отбору Того Что известно В мире По придумыванию Чего-то нового Поэтому Следите За обновлениями На сайте И Делайте В частности Модельки Вот В основном Проекте Этюды Сейчас Порядка Шестидесяти Фильмов Еще Несколько Фильмов Есть Заначки Которые Будут В скором Времени Выкладываться Мало Популяризаторов Понимаете Поле Настолько Непаханное Что Нас Двоих С Лехов И С Аватеевым Не хватит Ну Понятное Дело Есть Еще Андрей Михайлович Ольгородский Еще Есть Люди Которые Ну Выступают Довольно Часто По Математике Но В действительности Нужно Гораздо Больше Но Много Здесь Не бывает Здесь В каком Смысле Вот Каждый сюжет Это Некая Изюминка Для 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 того Чтобы Она Родилась Приходится Изучить Довольно Много И Ну Даже Нам Примерно Знаешь Представляешь Но Когда ты Начинаешь Работать Сюжетом Там И Прочитать Много Что Приходится И Посчитать Много Что Приходится Вот Вторая Проблема Ну Если Про Проблемы Говорить Ну Вот Один из Проектов Нашей Лаборатории Тут Книжка Математическая Составляющая Где Классная Книжка Классно Оформлена Классно Издана Я уж Не говорю Про то Как написано Подборка Сюжетов Там Очень Интересное Все Первое Издание Разошлось За Три года Тиражом 17 тысяч А Когда это Кому-то Говоришь То говорят Офигенно Круто А вот Когда задумываюсь Что это 150 у нас Сколько Миллионов Да В стране Что такое 17 тысяч Ну да Она есть в открытом Доступе Кто-то Прочитал Там В электронном Виде Но тем не менее Копейки Она там Бестселлер Там В каких-то Магазинах Значится И так далее Но Если вспомнить В советское время Тираж журнала Кван Доходил до 380 тысяч В месяц Экземпляров Если Посмотреть Журнал Кван Жив до сих пор 50 Лет Исполнилось В этом году 50-летие Журнал Первый Ну вот Первый выпуск Вышел В 70-м году Ну ни о каких 300 тысяч Речь Конечно быть Сейчас Не может Изменились Изменилась Какая-то Идеология Изменился Подход В частности Детей И интерес Детей Не говорю Что лучше Хуже Но Мне как-то Ближе Прошлое Когда Спрашиваешь Ребенка Что Там Школьник Кем ты Собираешься быть Да Ну или там Что хочешь От жизни Он говорит Там Хочу быть Космонавтом Хочу быть Математиком Хочу быть Лингвистом Неважно Хочешь Чем-то Заниматься Когда Современных Спрашиваешь Хочу Чтобы зарплата Была столько Ну разные Совершенно Целеполагания Вот Это конечно же Во многом Мешает Достучаться До Молодежи С математикой Потому что Понятное дело Что По крайней мере На начальном Этапе Ну супер Много денег Не будет Ну супер Много не будет В следующем Этапе Но Надо отметить Что все-таки Если попасть В тот же Математический Институт Стеклова Зарплата хорошая На жизнь Хватает Вот Но нужно Хотеть Нужно не потерять Вот эти Года Когда Есть время Поучиться Узнать Что-то новенькое Есть время Набраться Образования Это первое Кроме того Беда В следующем Что До Последнего Момента Окончания Школы Многие Многие Считают Что математика Не понадобится А потом В конце Быстро Выучить Там Чтобы поступить Там Куда-то И так далее Это не так Просто Вот Вот Одна из Бед Собственно Говоря Такого Нашего Математического Образования В России Школьного Это то Что математика Требует Очень Очень Ну давайте Неаккуратно По русскому языку Фразу Выстрою Очень Хорошего Подхода На всех Этапах Условно Говоря Если На литературе На меня Гуманитария Обижаются Когда я так Говорю Что если На литературе Ну там Я не знаю Толстого Не осилил То Чехова Можно вполне Себя почитать И проникнуться То в математике Так не бывает Хотя Если ты дроби Не выучил То Ну складывай Там дроби То дальше Очень сложно Будет Ты можешь Что-то Даже и чувствуешь И понимаешь А сделать Не можешь Собственно Говоря Вот У кого Такая ситуация Посоветую Потрать Там Я не знаю Недельки Две Месяца Так вот Восстановить Технику И когда уже Не будешь Задумываться Про технику То Будет проще Вот смотреть На все это дело Будет интереснее Как бы Математика Вот К сожалению Начально Ну так Если все В целом Объединять Начальные условия Тяжеловаты Для Поляризации Вот В каком Смысле Столь Сложные И Вот Столь Отдаленные От Кажется Общества Науки Но На то И мы Чтобы Сокращать Это расстояние Понимаете Сложный Вопрос В следующем Смысле Стандартная Параллель С советским Временем Конечно В советское Время Уровень Был Более Высокий С точки Зрения Техники С одной С другой С другой Дети Поменялись И Ну Многие Из них По крайней мере Хорошие дети Из хороших Семей Знают не меньше Может там Не по математике Там что-то еще Все-таки Информационное Пространство Огромное Насколько Меня Чуть Вот Печалит Современный мир В частности По Всем этим Соцсетям Гаджетам И прочим Ну невозможно Заниматься чем-то Великим В суете Когда Дернули Сюда Что-то пришло Сюда Посмотрел И так далее Ну может быть Я не умею Может кто-то И умеет Вот Все-таки Некий Более спокойный Ритм жизни Он бы Наверное Лучше Способствовал бы Хорошему Математическому Образованию Вот С другой стороны Конечно Ну куча возможностей Вы выходите В интернете И Понятно Что Раньше Этого Не было Но это Все такое Абстракция По поводу Оценки Конечно же Вот Именно Математическое Образование Движется Вниз Но это Во многом Еще И К сожалению Результат Отношения Государства К построению Работы Учителей И здесь Мы Можем Очень Далеко Уйти Потому что Проблем Здесь Много Хочется Сказать Одно Что Без Того Чтобы Чтобы Учитель Хотел И Без Того Чтобы Давать Возможность Заниматься Учителем Никакой Учительский Труд Невозможен Учитель Приходит В класс Не ради Денег Увидеть Производную У него Учеников Увидеть Горящие Глаза И так далее И Стандартизировать Это В общем-то Очень сложно Поэтому К сожалению Сейчас Вот Есть Такая Большая Сегрегация Что Есть Хорошие Какие-то Относительно Хорошие Школы Есть Совсем Плохие А ушел Средний Класс Школ Где Дают Пусть И Невеликой Он Не будет В Межнаре Выступать Из этой Школы По Математике Но Все-таки Некий Базовый Математический Уровень Давали Относительно Неплохо Вот Это Одна Из Задач Государства Вернуть Вот Эту Среднюю Прослойку Были Разные Года И Даже Не так Давно Были Разные Скандалы Когда Россия Там Не Попадала В топ Сколько-то На Международной Олимпиаде По Математике Но Все-таки Россия Это Великая Страна И Это Совершенно Разным Параметрам В частности Это Видно Потому Что Несмотря На Какие-то Проблемы Приезжаешь Куда-нибудь В удаленные Совершенно Регионы Там Находится Училка Которая Горит Несмотря На что Хочет заниматься С детьми И Вокруг Ее Есть Знающие Дети Пусть Она Одна Хотелось Бы Больше Но Тем Не Менее Ровно Так же И С детьми Все-таки Самородки Находятся И Просто Сильные Дети Находятся С которыми Если Поработать То Будь Толк Последнее Время У нас Очень Сильная Команда Тренеров Возглавляет Ее Кирилл Сухов Из Питера Где-то Там В помощниках У него Паша Кожевников Который На вестихе Работает И у нас В лаборатории Работает Очень Сильные Ребята Которые Действительно Способны Дать Вот Этим Великим Детям Те Знания С помощью Которых Они Могут Побеждать Даже На уровне Международных Олимпиад Во всем Мире К сожалению Ну Опять же Слишком Много Раз К сожалению Звучало Уже Давайте Просто Констатацию Факта Все-таки Международная Олимпиада По математике Да и Даже Всероссийская Олимпиада По математике В ее Верхнем Куске Списка Это Спорт Это Спорт И тут Уже Начинают Быть важными Спортивные Особенности От Психологической Подготовки До знания Каких-то Технических Приемов Которые В принципе Даже к математике Имеют такое Опосредованное Отношение Если взять Сотрудников Нашего Института Ну половина Из них В олимпиадах Чего-то побеждало Половина Нет Нет Такой Прямой Зависимости Что если Там В олимпиадах Крут То ты В математике Будешь Крут Одно Это Спринт А другое Это Марафон В математике Иногда Задачи решают Годами И нужно Уметь В частности Психологически Это Выдержать Вот А в олимпиадах У тебя 4 часа Там 6 задач И вперед Поэтому Вот такой Вот прямой Зависимости Нет Но Слава богу Уровень Все-таки И тренеров И детей Позволяет нам Действительно Побеждать К большому Сожалению Вот Долго И много Сил Был приложен К тому Что Международная Олимпиада Этого года Прошла В Санкт-Петербурге И международный комитет Как бы это решил К сожалению Не прошла Будет Должна была Летом Как обычно Проходить В Санкт-Петербурге Питерские коллеги Потратили Очень Много сил И времени И очень обидно Что так все В этом году вышло Но тем не менее Надеюсь Что когда-нибудь Может даже На будущий год Олимпиада Будет проведена В России Это важно В частности Ну олимпиады Вот победы на олимпиадах Это конечно важно В частности Как показатель Общей температуры По больнице Что еще есть Как бы из кого выбирать С другой стороны Это уже настолько Оторвано От общего образования Что Ну тех 5-6 Там 10 человек Которых Вот Обучить экстра Экстра профессионализма Там хотя бы На школьном уровне Ну При любой системе образования В России Конечно Найдем Вот Но Для страны Существенно важнее Инженеры Класс инженеров Прослойка Тех Кто Может Математику Применять Там В других Науках А вот Это уже Прямая зависимость От школьного Образования И здесь Конечно Очень важно Чтобы оно Улучшилось Ну Вы знаете Если бы кто-то Наверное Тоте знал Точный ответ На ваш вопрос То Да Он наверное Сам Продал душу Чтобы Вот Что-то решить Да Там Миллион Как-то зарабатывать Если серьезно То Ну Во-первых Бывают Конечно Иногда Выплески Какие-то Про которые Вообще Никто Ничего Не понимает Ну Например Эллер Который Творил Такие Чудеса Которые Ну Так Вот По Общим Оценкам При том Уровне Развития Математики Ну Невозможно Было Даже С гениальным Талантом Смотреть Просто На несколько Порядков Выше Чем Уровень Развития Науки В то Время Вот Про Этих Людей Вообще Сказать Ничего Либо Сложного Да Про Такие Выплески Бывает Ну В каком Смысле Рабочий Класс Я не имею Ввиду Широкий А вот Когда Ну Действительно Есть некий Уровень Развития Науки Человек Чуть-чуть Еще Грызет Гранит Науки Прибавляет Ну И так Все вместе Двигаемся Там Вверх Вот Что касается Российской Школы То Во-первых Есть феномен Который Объяснять Народ Не умеет Это Конечно Огромнейший Совершенный Всплеск Там Московской Питерской Новосибирской Ну вот Российской В целом Школы Пятидесятых Шестидесятых Семидесятых Годов Просто Потрясающий Уровень Который Наверное Уже Никогда Не будет Никогда Не был До этого Нигде Столько Великих Математиков В одном Месте И наверное Никогда Уже Не будет Когда У вас На том же Мехмате Были Семинары По одной Второй По третьей Науке И все Топовое Мирового Топового Уровня Ну там Сейчас Ну если В каком-то Заграничном Университете Там есть Один такой Семинар Это уже Считается Суперкруто Тут был Огромнейший Набор Хочешь сюда Ходи Хочешь туда Хочешь туда И туда Ходи Как Собственно говоря Сильные делали Разные попытки Есть Объяснение Такого Ну от того Что Была идеология Что все хотели Стать физиками Лириками Все шли В науку От Каких-то Я не знаю Объяснений Что Ну в юрист Не пойдешь Там врать Надо Как бы Народ шел В математике Да Все они Не очень Удовлетворительны Почему был Такой всплеск Не очень Понятно А кроме того Недавно Было интервью Вот На лекции Говорили Чуть-чуть Напоминали книжку Юрий Иванович Манина Математика Как метафора Нашего совершенно Гениального Вот математика Очень интересного Человека Что вот Кто захочет Там вот Про философию Как относиться К математике Можно Взгляд Вот Юрий Иванович Очень интересно Почитайте Недавно было Его интервью Где Где он Говорит Что Ну был Золотой Век Математики Который К сожалению Завершился И Почему Завершился Там Другой вопрос Но Вот такой Потребности И она Уже Из вот Такого Искусства Куда приходило Много Очень сильных Людей Она становится Искусством Уже Единиц Как Там Того Ж Перельмана Да Вот Пока Жалко Смотреть На это Дело С такой Точки Зрения Что Потому что С одной Стороны Понятно Что Потребность Человечества В математике Она Только Возрастает Да С одной Стороны Аппарат Наработан Большой С другой Стороны Новые Технические Задачи Тоже Бигдат То Сжатие Сигналов Они Требуют Решения Все Новых Новых Математических Задач Это Конечно Такая Прикладная Математика А не В целом Движение Математики Может быть Это и правда Что Век Прошел Но Единицы Будут Всегда Это Все-таки Искусство Которое Искусство Познания Мира Математика Она На самом деле Не про Приложение Это уж так Почему Я в лекции Например Много Использовал Почему Написали Книжку Это Математическая Составляющая Потому что Просто На этих Примерах Проще Донести Вот Чтобы человек Чуть-чуть Почувствовал Что же Такое Математика Но В действительности Математика Конечно О другом Она О Ну вот Изучении Как устроен Наш мир Причем Вот В такой Самый Кристально Очищенном Виде И Здесь Конечно Всегда Будут Люди Которые Будут Хотеть Понять Чуть Больше Чем Знают Другие Поэтому Ну Каких-то Таких Способов Стать Великим Математиком Или Причиной Почему Рождаются Великие Математики Я конечно Не назову Но Необходимые Условия Скажу Во-первых Нужно Много Работать И Тут же Гриша Переман Немало Просидел За Доказательством Вот Но Могу Сказать Бонус Вот Который Я на себе Чувствую Что Если Вы будете Заниматься Математикой В том Или ином Виде То Вы будете Общаться С очень Интересными Людями С которыми Можно Говорить Не только Про математику Про Многие Разные Вещи И Вот Это Общение Оно Ценно Само По себе Даже Безотносительно Терем Ну Давайте Вспомним Предысторию Да Предыстория Заключается В том Что Гильберт Дэвид Гильберт На одном Из конгрессов На рубеже 19 И 20 Века Сформулировал Чуть Больше 20 Проблем Которые Сейчас Называются Проблем Гильберта И решить Которые Всегда Было Очень Почетно В математике По мнению Гильберта Эти проблемы Должны были Определить Направление Развития Математики В 20 Веке К Списку Проблем Гильберта Есть Ну Именно Вот В Математическом Сообществе Разные Отношения В частности Некоторые Некоторым Не нравится Что Появилась Вот такая Какая Не Не Вектор Познания Да Вектор Некий Соревновательный Решить Там Задачу Проблем Гильберта Но Тем не менее Большинство Сообщества Признается И Решить Действительно Всегда Почетно Многие Несмотря На то Что Ну Часть Проблем Там На самом деле Была решена На момент Когда он Уже Их Ставил Часть Оказалась Ну Как Сейчас Видно С точки Зрения Математики Не совсем Правильно Поставлен Нужно Чуть По-другому Было Задавать Вопрос Многие Из решенных Проблем Были решены Кстати Советскими Математиками В том Числе Вот в лекции Мы Юрия Владимирович Матисеевича Упоминали Один Из Людей Которые Решили Ну И автор Книжки И Решил Одну Из проблем Гильберта Соответственно На рубеже 20-21 века Было предпринято Несколько попыток Сформировать Какие-то тоже Списки Вот проблем Которые По мнению Разных Людей И организаций Будут Оказывать Влияние На развитие Математики В 21 Веке Иногда Обращались Просто Конкретным Людям К смейлу Посмотреть Подкову Смейлу Есть такое Понятие Математическое Но Сформулировал Какие-то Проблемы Самый Известный Список Это Институт Клея Институт Клея То, Что называется Проблемы Тысячелетия Часть из них Унаследована Просто-таки С Гильбертовских У нас Гильбертовских Списка Например Про Z-функцию Риммана Есть такая Функция Которая Называется Z-функция Риммана Представьте себе Плоскость И над каждой Точкой Задано Значение Функции Получаем Какую-то Поверхность Ну Если в школьных Координатах Декартовых X, Y Давайте Рассмотрим Полоску По X От 0 До 1 Вдоль оси Y Идет Вот такая Полоска То, Что называется Критическая Полоса Есть Серединка Это полоски Прямая X равна 1, 2 Такая Вот Вертикальная Прямая Собственно Гипотеза Риммана Он утверждает Что Все нули Z Функции Риммана То есть Там Где график Касается Нашей Плоскости Внутри Критической Полосы Все они Средоточены На этой Прямой X Равно 1, 2 Если говорить В комплексных Числах Что Действительная Часть Всегда Равно 1, 2 Например Эта Проблема Давно Стоит Имеет Много Разных Приложений В самой Математике И до сих пор Не доказано Есть Какие-то Более Современные Проблемы Например Равен ли Класс То, что Называется ПНП Проблема Равен ли Класс П Сейчас Чуть Поясню Что это Такое Классу НП Неправильное Объяснение Такое Ну Неправильное Определение Дело Такое Я Заполен В одном Случае Я Заполенимальное Время Могу Найти Ответ К задаче А другой Класс Это Когда Мне Дали Ответ И Я Заполенимальное Время Могу Проверить Это Ответ К этой Задаче Или Не Ответ К этой Задаче Кто Более Точно Хочет И Более Аккуратно Посмотреть Отсылая К статье Разборова Вот В книжке Где Это Такой Один Из Ведущих Наших По Теории Сложности Специалист Где Он Изложил Собственно Говоря Подошел К тому Чтобы Такому Широкому Кругу Людей Рассказать Про Эту Проблем ПНП В чем Ее Значимость Здесь Прикладная Значимость Это Компьютер Сайенс Это Комплекс Сложность Алгоритмов И так далее Если Вдруг Мы Научимся Быстро Решать Некоторые Задачи То Человечество Получит Массу Бонусов Я Расскажу Не бонус А Проблем Простые Числа Те Которые Делятся Только на себя И на единицу Ну например Там Семерка А шестерка Не является простой Она на двойку И на тройку Делится Другие Называются Составными Во первых Скажу Что Есть масса Нерешенных задач Связанных С простыми Числами И это Конечно Подзадаривает Математиков Потому что Ну куда уж Проще Это кирпичики Из которых Строятся Натуральные Числа А тем не менее Мы далеко Не все Знаем про Распределение Простых Как там Они встречаются В натуральном Ряде И так далее Возвращаясь Вот К сложности Если мы У нас есть Два больших Простых числа То перемножить Их быстро Мы получаем Произведение Люди Пока Математики Не умеют Произведение Быстро Раскладывать На простые Множители И ровно На этом Построено То что Называется Алгоритм Шифрования С открытым Ключом Кто захочет Посмотрит РСА Например Алгоритм Если У твоего Партнера Есть знания Про Одно из Этих Простых Один Простых Множителей То он Быстро Восстановит Второе Число Если Этого Знания Нет То я Могу Вот это Произведение Передавать Открытым Способом И даже Если его Перехватят Никто Не сможет Быстро Разложить Его На простые Множители На этом В частности Основаны Банковских Алгоритмах Которые Используются В стандартной Нашей жизни Если Вдруг Математики Быстро Научатся Разлагать Число На простые Множители То Придется Искать Новые Как бы Алгоритмы Шифрования И Вот Эта Задача PNP Она Близка К этому Вот Условно Говоря Если Классы Не Совпадают И Нельзя Быстро Понять Это Ответ Или Не Ответ То Мы Можем Жить Спокойно Если Можно Понять То Надо Что-то Быть Думки Ну И вот В заключении Ответ На Ваш Этот Вопрос Давайте Вспомним Про Теорем Фермам Про Доказательство Уайлса В конце 20-го века Теорема Ферма Что Не Существует Таких Целых Чисел X Y Z Что При N Больше 3 X Степень N Ну Больше Лебра Трех Для Двойки Существует Для Больше Лебра Трех Нет X Степень N Плюс Y Степень N Равно Z Степень N Ну В качестве Такого Отвлечения Напомним Про Фильм Райтбурда Где Эта Теорема Там Очень Классно Представлена Вот Уайлс Доказала Ее В конце 20-го века Понятное Дело Что Интересовало Не само Доказательство Людей Ну К этому Времени Уже На компьютерах Проверили И там Более-менее Представляли себе Ответ А Интересовало Что Возникнет Какие Теории Возникнут Какие Методы Возникнут При Доказательстве И это Гораздо Важнее Чем Ну Просто Формально Доказать Собственно Говоря Теориум Фирма Возникло Лучшее Понимание Природы В попытках Ну Возникает Вообще Лучшее Понимание Природы В попытках Доказать Такие Вот Сложные Задачи И Собственно Говоря Это Основное Такое Предназначение Этих Задач Тысячелетия И других Важных Задач Развить Саму математику Существует Во-первых Много Реинкарнаций Да Вот Этой Фразы Ну Я-то Положительно Отношусь Вот В том Смысле Что Понимаете Вот В той же Физике Ну Важна Реализация Да Да И Кроме Того Все-таки Там В данный момент Физики Считают Такую Теорию Да Может быть Чуть-чуть Потом Изменят Какие-то Настройки Потому что Ну Известно Что мы до сих пор Там не можем Какие-то Разные поля Друг с другом Соотнести В рамках Единой Теории Да Может быть Нам нужен Какой-то Другой Чуть-чуть Вгляд Который Конечно Будет Это Включать По части Того Потому что Мы знаем Что Ньютонская Механика Действует По крайней мере В таких Вот В математике Это В математике Изначально Заложено То Что То Что в ней Есть Это Действительно Вот Абсолютное Знание И в этом смысле Это конечно же Действительно Язык Вот Я уж не знаю Бог Природа Не так важно Но это Вот То Самое Честное Самое Правильное Чего Есть В нашем Мире Но опять же Вот Народу Которым Интересны Такие вопросы Книжечка Юрий Иванович В помощь Среди Вот Моего Окружения Есть Молодой Математик Очень сильный Математик Хотя Там четвертый курс Но уже Доказавший Свою Очень Сильную Теорему Доказавший Что он Действительно Математик Который Тем не менее Задумывается Ну вот Над какими-то Глубокими Вопросами Вот Имеет ли человек Право Получать деньги Там Занятия Математикой Да Ну то есть Он тоже Еще задумывается Там Ну вроде как Человек Не пашет Что он дает Для общества Там еще Что-то Большинство Тех Кто именно Заниматься Математикой Да У них Таких вопросов Не возникает Понимаешь Что это просто Ну вот Избранные люди Которым Ну вот Они это умеют Лучше других И Ну это твой долг Как бы Вот Заниматься этим Все-таки Мы Наверное Говорим Про людей Которые Не будут Профессионально Заниматься Математикой Но интересуются Да Вот Что им посоветовать Полушубки Суточный ответ Но На самом деле Недалекий Отвестим Читать книжку Математической составляющей Да Начать с этого Чтобы понять И Полушуточная В следующем смысле Ну если уж Я у вас здесь Сижу То вот Мы с коллегами Постарались Ну ее Сделать Интересной Ровно Для этих целей Вот Человек интересуется Не знает Вообще О чем Это С чего Подступить Да В частности Здесь есть Списк литературы С которого Стоит начать Вот эти вот Книжечки Упоминались И на лекции Вот они здесь Лежат Это если ты хочешь Вот так Представить Вообще Математика Это о чем Да А дальше Стоит понять А что хотим Вот действительно Действительно Бывает ответ Хочу Доказать Теорем Ну Боюсь что Должен разочаровать Это Ну в каком Смысле Те люди Которые Вот действительно Там потом Доказывают Теорем Но они Давно Этому Учатся Там В какой-то момент Поняли призвание И так далее Другой Более Такой Правильный Плохо Говорить Более Обычный Подход Ну мне Я там Инженер Мне нужно Решить Конкретную Задачу Ну там Самый Самый Правильный Путь Обратись К математикам Либо Обратись К той Книжке Котов Которые Задачи Есть И Посмотри Вот А если Вот Просто из Интереса Ну представлять Вообще Что делают Математики Какие Там Есть Задачи И так далее И это Действительно Вот Читать Классику Посмотреть Классические Хорошие Книжки Причем Надо Быть Аккуратным Сейчас Появляется Много С одной Стороны Научпопа С другой Стороны К сожалению Не всегда Качественно В этом Смысле Вот Советские Книжки Они Выверны Если же Вопрос Стоит Про Детей Про Школьников Которые Мечтают Вот Связать Свою Жизнь В будущем С математикой Опять же Книжки Но уже Не просто Научпоп А есть В советское Время Были Великолепнейшие Совершенно Иногда Серии Брошюр Иногда Отдельные Книги Уровня Давайте я так скажу Уровня Кружков Ну Я Для совсем Маленьких Которые еще Нас не смотрят Но их родители Может быть Нас смотрят Да Ну Напомню Что была Серия Треугольниц Таким логотипом Треугольник Квадрат Круг Издательство Мир Переводная серия Знакомая Нашему поколению По книжкам Гарднера Смолиана И так далее С этого можно начинать Ну Были конечно Книжки Игнатьева В царстве Смекалки Которые Для совсем Маленьких Вот А были Серии И отдельные Книжки Такого Кружкового Плана Ну Напомню Популярные Лекции по математике Серия Там из брошюрок 60 с лишним Брошюрок Вышла Каждая брошюрка Посвящена Ну и конечно же Решать задачки Собственно говоря Математика Это решение задачки Поэтому Если не решать задачки То это не математика Вот Пока школьные Да Пока школьные Взять там Почти во всех Математических Книгах Есть всегда Задачки Которые там Чуть Выходят За рамки школ Может не по уровню Но расширяя Вот Походить В Кружки Математические Наш Такое тоже Советское Вот Очень классное Изобретение Собственно говоря Там тоже Решают задачки Математика Это доказательство Теорем Соответственно Ты должен Уметь Решать задачки И в этом Нужно тренироваться А помогают В этом Действительно Книги Читайте Хорошие книжки Теорем 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 Собственно говоря Теорем Теорем Теорем